У меня осталось 20 минут, но я хочу передать вам кратеньку славу. Псалом 29. По благоволению Твоему, 8 стих, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Псалмопилец говорит о том, что является Божьим приоритетом. Вот если бы сам Бог сегодня лично голосом проговорил к нам и сказал бы нам, что Ты хочешь, чтобы я лично укрепил в Твоей жизни, поверьте, ответы были бы разные. И зачастую мы склонны жить по плоти и по душевности своей, мы бы сказали, я вот даже сейчас не буду тратить время на эти синонимы, чтобы сказать, что нам надо в жизни укрепить. Но давайте сразу повернем свой взгляд на то, что укрепил сам Бог. И псалмопилец говорит, Ты, Господи, не стал выбирать из того, что я Тебе предложил укрепить в моей жизни. Ты сам взял самое главное и написано, укрепил мою гору, что является моей личной горой сегодня. И почему так важно укрепить мою личную гору? Вы знаете, что в Писании, когда я посмотрел от Ветхого Завета, в Новом Завете, всякий раз, когда речь шла о горе, это была речь идти о послушании, о смирении, о усердии, о молитве, о посвящении и о настоящем прорыве. Если мы посмотрим с вами на Абрама, мы посмотрим на Моисея, мы посмотрим с вами на Илью Пророка, на Елисея, мы посмотрим с вами на мужей Божьих Нового Завета, мы посмотрим с вами на Иисуса, в конце концов, на Сына Божьего. Мы посмотрим, как он молился, уходя на гору. Вот у него были реальные ценности, ценности, которые он никогда не продавал, не менял, не терял. Это были настоящие приоритеты. И вот вдруг псалмопевец говорит, что желание Божье укрепить мою гору. Я точно знаю, что многие из нас слышали много проповедей о том, как быть сильным, как быть неравнодушным, как быть чувствительным. И вот мы на самом деле, христиане не одного года, мы уже столько проповедей с вами знаем, мы уже столько информации через себя пропустили. Только вот один мой вопрос ко всем и к себе тоже. А что мы вообще хотим? Что мы хотим от Бога? Что мы хотим от Церкви? Что мы хотим от служения? Что мы хотим в последствии от вот наших ценностей и приоритетов? Я вижу, что многие хорошо начинали любить Иисуса, начинали посвящать себя Церкви и служить. Они всегда принимали, даже врагов своих любили. Но я также вижу, что впоследствии они ослабли, они на самом деле поменяли свои ценности, они возлюбили нынешний век, они хотели и Церковь успеть, и в мире не опоздать. А так не получилось. Получилось или белое, или черное, или да-да, или нет-нет. По-другому никак не получилось. И псалмопевец выражает и говорит, что у Бога всегда есть один приоритет. И Он знает, как нам открыть секрет успешной жизни во Христе Иисусе. И Он говорит, Бог укрепил мою гору. Поэтому сегодня я не хочу впечатляться массовыми проповедями, которые проходили через наше сердце. Давайте сегодня так поставим себя, как будто мы ничего не помним, или ничего не знаем, или еще ничего не слышим. Давайте сегодня просто вернем к себе потерянные приоритеты. Откуда сегодня нам черпать силу, если мы не погрузимся в Слово Божие? Вы знаете, что Давид, как псалмопевец говорит, Господи, Ты укрепил мою гору, но сокрыл свое лицо. Вы знаете, что сегодня наше личное отношение с Богом, это единственный фундамент нашей успешной жизни. Вот если сегодня вы пришли на эту проповедь, когда прочитали название «Секреты победоносной жизни», вы думаете, что я вам дам другую формулу, другое откровение, другое убеждение, как быть сильным во Христе, а я вам ничего другого дать не могу, потому что не знаю и знать не хочу. Я знаю только одно. Сильная жизнь зависит от серьезного основания. Если это основание Христу и мое время с Ним, я буду успешен и благословлен. Если мои потерянные отношения с Иисусом, хоть я буду много читать, много знать, много чувствовать, и везде я все пройду и везде все буду узнавать, не будет успеха и не будет благословения. Благословение в нем. И если я свои отношения с Ним сделал основанием, тогда мне не надо даже напрягаться. Все, само собой успех придет. Аминь. Аминь. Знаете, дорогие цены, один текст Священного Писания, книга Бутия, 19 глава. Книга Бутия, 19 глава. Эта история очень удивительная, когда Авраам разговаривал с Господом и ходатательствовал за садом Игамон. Но мы знаем с вами, что впоследствии два помазанника, они пошли, два ангела Божьего в саду, и тогда Лот уговорил их войти к нему в дом. Вы помните эту удивительную историю, той мерзости запустения, которая находилась тогда в садом Игамоне? Вы помните, что люди, которые жили там, они были весьма развратные. Люди, которые жили там, сегодня поднимаются вновь и вновь. Это бесовская, извращенная, сатанинская культура гомосексуализма. Вы знаете, что Франция совсем недавно на уровне закона приняла эту свободу и позволили однополым парам жениться, выходить замуж. Это мерзость. Это на самом деле Англия, в конце концов, совсем недавно тот же вызвали такой же вердикт. И на законодательном уровне приняли решение тоже дать возможность развиваться однополым парам. Слава Богу за Россию! Скажите аминь! Аминь! Вот просто Богом спасаемая страна. Да благословит ее Господь! Аминь! И всех неравнодушных, кто от этих законов пусть бегут в Россию. У нас здесь, слава Иисусу, все с законодательной базой нормально и с Конституцией в порядке. Хватит роптать, хватит недовольствовать. Когда Лот жил в этом саду Некоморье, ангелы пришли, он говорит, у меня в доме все хорошо, приходите ко мне в дом, приходите ко мне в дом. Он уговорил, они пришли к нему в дом. Что? Культура бесовская начала стучаться в его дом. Отдай нам этих людей, мы их изнасилуем. Представьте себе глубокое посвящение Лотам. Я не могу себе этого представить. У меня две девочки. Я не могу себе этого представить. Когда бы он сказал, возьмите моих детственных дочерей. Я не могу себе этого представить, что ценности гостеприимства были выше каких-то моментов, связанных с безопасностью и дерзственностью своих собственных дочерей. Но тогда, когда эти люди приступали к нему и сказали, мы тебя изнасилуем, ты кто такой, причались. Вы помните, они сильно нахерли на этот дом. И тогда помазанники вышли, ангелы, и коснулись глаз тех, кто был ближе всех. Что делает непочтение и вот эта вот нечистота в жизни людей. Когда люди поднимают руку на помазанников, когда люди стучат, многие из нас стучали в неправильные двери, кидали камни, говорили неправильные слова, знаете, а потом проходила незаметная слепота. Ангелы поразили и глаза, они не видели ничего. Так вот, к сожалению, бывает, знаете, как в стране, так в церкви, так и в семье, ничего люди не видят. Где благословение? Где Бог? Где Его присутствие? Где чудеса? Где вообще хорошая проповедь? Где ничего не вижу? Где добро? Где наши финансы? Где вообще все, что я так хочу, ничего не вижу? А знаете, Иисус говорит, чтобы видеть, не нужно помазать свои глаза правильным брением. А это брение зачастую, если бы ты знал тот слепой, которого Иисус плюнул и помазал глаза, хорошо, что он ничего не видел в тот момент, чем Иисус смажет его глаза. Но когда он помазал, и глаза открылись, ему было все равно, он был готов и сказал, Иисус хоть всего меня измажет, лишь бы такие перемены были в моей жизни. Ну аминь или нет? Аминь, аминь. Люди сегодня готовы мазать свои тела непонятным брением только ради красоты, чтобы морщили изгнать бесовские свои жизни. А нам важно, чтобы наши духовные глаза были открыты. Если откроются духовные глаза, я и церковь ценить буду, семью ценить буду, мужа ценить буду, жену ценить буду. И вот эти неправильные вещи, все должно разровняться, всякий холм понизится, и долл должен наполниться. Аминь, драгоценный. Аминь, аминь. Ну никогда не думай, что такое откровение сейчас тоже получил, именно связанное с косметологией. Смотрите, холм должен понизиться всякий, морщина, то есть разгладиться должна. И еще долины должны все заполниться просто. О, Господь, милосердный, помоги мне передать Слово Божие неискаженно. Итак, они спасли Лота, они взяли его и сказали, вот тебе ночь, думай, завтра огонь сойдет на эту землю. И все, сгорит. Лот, он попытался кого-то утешить, сказать, там, ребята, своим там, друзьям, которые хотели жениться на его дочерях. Они не поверили, говорят, шутит. Ну, шутит. Хорошо, давайте сейчас ближе к делу. Тогда Лота, они утром, они ему говорят, выходи. А знаете, что написано? Написано, что он медленно. Они его взяли за руку. Посмотрите, как любили. Посмотрите, как понимали, как важно. Вот как нас Господь, Духом Святым, за руку берет, когда мы не туда пытаемся немножко уйти. Он нас прям берет за руку. Он прям вот берет нас и прям ведет нас. Не ходи туда, вот сюда иди. Иди в Дом Божий, иди на конференцию, иди на молитву, иди туда. Там твоя жизнь и твое спасение. И вот на что я хочу обратить ваше внимание особенно. Итак, в 16 стихе и ниже. И как он медленно, то мужите ангелы, по милости к нему Господне, взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели его вон, то один из них сказал. Итак, внимание. Спасай душу свою. Раз. Не оглядывайся назад. И нигде не останавливайся в окрестности этой. Спасайся. Куда, друзья? На гору, чтобы тебе что? Не погибнуть. Посмотрите, какие истины ангел ему заповедовал. Он ему не просто сказал, вот я тебе, знаешь, вот я тебе предлагаю. Он ему дал приказание и дал ему четыре направления. Он ему сказал номер один. Спасай свою душу. И теперь давайте сейчас все внимательно несколько минут поговорим об этом. А не заметили ли вы, что в последнее время мы стали настолько меркантильными и заботливыми о жизни видимой, что мы сегодня больше готовы вкладываться в финансы, в заработки, в одежду, в комфорт, во все что угодно. И мы почему-то где-то потеряли внутреннюю заботу о личной своей душе. И наши ценности, связанные с нашим духовным человеком, они заняли второе место. А вот все, что связано с нашим видимым, с нашим вот там человеком, с нашим комфортом, заняло первое место. Ну, раньше я смотрю, когда мы выбирали работу, молились за работу, многим говорят, мы вам дадим работу, но надо будет работать воскресный день. А многие говорили, какой воскресный день? Я Господу предложу воскресный день, я найду в дом Божий. Я прям посмотрел несколько братьев в глазах, с радостью проглотили наживку. Им говорят, и деньги, и воскресный день, везде будешь работать. Так хорошо будешь работать, и столько работы дадим. Он говорит, хорошо, Минь. Я ему звоню, неделю нет, второй нет, третий нет. Я на третью неделю ему звоню. Человек, кто он больше, где ты? Он говорит, да я уже вообще сильно соскучился, не могу, так хочу. Я говорю, где ты? Вот эти вопросы иногда мужчине задашь, а он как карась хватает по камышам. Где ты? Я на работу устроился. Я говорю, хорошо, но ты где? Почему тебя нет? Я уже, да, я сам понял, мне дело это. Меня, говорит, предложили, я и схватил сразу. И сразу, все, уже три недели. И меня, говорит, всегда, все время ставят на воскресенье. Говорят, так всегда с новообращенными бывают на работе. Все мне мной дырю затыкают, я говорю, где твои приоритеты? Как ты духовно? Вопрос прямой, я вам знаете, прямой. Как ты духовно? Ну скажи честно. Что-то плохо я духовно. Три недели назад было лучше. Сейчас прям уже как-то я не молюсь сильно, я что-то описание, работаю, у меня тут все слова какие-то в голову лезут. Все это, я говорю, слушай, спасай душу свою. Вы не сможете заработать всех денег. Вы не сможете себя обеспечить комфортом, видимым. Ваша плоть вас предаст рано или поздно, если вы подведете свою душу. Но невозможно так быть христианином и вкладываться в плоть. Сеющий плоть от плоти пожьет. Трение, предательство, оставление, боль, разочарование. Но кто в свой дух сеет, для кого есть приоритеты. Когда человек, знаете, проославление заиграл, у нас всегда есть кто-то, когда я всегда беседую в пастырском кабинете, выхожу, музыка заиграла, я сразу хочу идти на проославление. И я вижу всегда есть кто-то, знаете, немножко, надо вот это, еще посидеть, надо подумать. Есть парень один, он только услышал, он говорит, нет. Знаете, вы хоть где сидите, а я иду Иисуса послугать. Бежит прямо туда. А есть грубие, пока они примут решение, куда пойти, в раздевалку или наверх, может в туалет заглянуть, может еще СМС-ки проверить. Что можно впоследствии от этих людей в служении ожидать? Сею, ничего не изменилось. Сеющий, плод от плоди пожмет. Сеющий дух от своих приоритетов, от своего посвящения к Иисусу, от своей заботы за собственную свою душу. Многим скажешь, пойдем на конференцию, у них сразу плод какой-то. Пойдем, а другим скажем, пойдем на конференцию, он уже придет сюда. Знаете, почему-то вот у таких людей и с работой хорошо все получается, и, знаете, ими дыры никто не затыкает, и вот они все как праведники успеют, и все нормально у них, и Бог их благословляет. Почему? Приоритеты правильные, и они способны их защитить, скажите, аминь. Поэтому он ему говорит, душу свою спасай, душу. Зачем бы ангелу говорить ему об этом? А потому что он видел, что у Лота уже изменились другие ценности у него. Второе, он ему говорит, не оглядывайся назад. Посмотрите, очень серьезная ошибка у многих из нас. Мы живем в своем прошлом. Давайте согласимся, но давайте честно. Бывали ли времена в церкви? Назарет получше, чем сейчас. Ну, если так, честно. Да в любом случае бывали. А если я спрошу, а у тебя духовно в жизни времена получше, бывали или нет? Бывали. Многие скажут, конечно, бывали, потому что я же помню, ничего себе у нас бывало. И мы молились, мы искали Господа, и мы смотрели вперед, мы простирались. А сейчас я смотрю назад и думаю, как-то вот раньше было лучше. Времени больше свободного было. На ячейку никто не звал. Петь тут не составляли новую песню. А я вам хочу сказать, друзья, как хорошо, что сегодня тебя зовут на ячейку. Как хорошо, что сегодня мы поем и прославляем Господа, если надо, и час будем стоять перед ним на колене. Как важно сегодня не жить в прошлом и не оборачиваться назад. Как важно сегодня посмотреть в третий пункт. Хочу сконцентрировать внимание на четвертом, поэтому я эти два быстро хочу пройти. Он сказал, нигде не останавливаясь. Вы знаете, что это смертоносно, когда церковь останавливается в своем духовном развитии. Вы знаете, что это достаточно смертоносно и небезопасно, когда лично каждый человек останавливается в своем духовном развитии в Боге. Это небезопасно. Вы знаете, что парень сейчас молодой, сколько тебе лет, дорогой Александр? 17 лет ему, ну, прям видно, что ему 17 лет. Он вся жизнь передает, и он с половиной уже стал. Я начал с половиной 17 лет. Смотрите, 17 лет. И у него есть талант играть. Атмосфера, которая сейчас есть в этом зале. И благодаря тому, что он делает. Но представьте себе, если он останется в своем развитии музыки, такой, какой он сейчас есть. И пастор Сергей приедет, или какой-нибудь другой Марфоломей приедет, и его сказал, стоп, тебе? Ну, 27. А он все так же и то же самое абсолютно. Молодец, ничего не потерял. Все ноги сохранил. Как, знаете, ни одной овцы не потерял. Все на своих местах. А где развитие? Где развитие? Где прорыв вперед? Где твоя мечта? Где твоя цель? Где твоя страсть? Где твое посвящение? Прости, что я на тебе пример привел. Ну, просто, видимо, Бог благословит тебя хочет сегодня. Потому что он будет развиваться, он поймет, невозможно остановиться. Если я остановился, я начинаю деградировать. А если я в сердце свое положил желание, не надо никого винить. В церкви мало служения, в церковь далеко находится, в церкви цвет стен не тот. Еще что вы придумаете, чтобы себя оправдать. Но если я лично сказал внутри себя, я буду развиваться, чего бы мне это не стоило. И я буду искать Бога, я буду читать Слово, я буду молиться, я буду получать. Потом смотришь, тебе Бог начинает сам распространять твои пределы. Тебе не надо ничего, уже видеть себя в грудь и кому-то доказывать, что ты хороший. Это начинает естественным образом распространяться. Ты говоришь, у нас в церкви не так, как у вас. У нас кто берет, того и грузит, кто везет, того и еще больше пригружает. А посмотрите на это по-другому. Может быть придет время, когда молодец тебя грузит, и ты верен малому, и ты простираешься вперед, и ты проявляешь больше надежности, и пастор видит в тебя, что ты человек Слово. Мужчина ли ты или женщина? Ты надежный. У тебя еще свой бизнес, у тебя еще своих полно проблем, у тебя и дети растут, и машина сканалась, у тебя одно и другое, но ты по-прежнему стремишься вперед. Дьявол тебя пытается остановить, он тебе как палки в колесах, он у тебя, как сегодня у меня, эти книги поуграл. Я думаю, что ж такое за проблема-то, кто там, кто там. Я их дома вчера забыл, жена моя вызывает на вокзал. Я вам не отдал, я их вагоне забыл. Сегодня поедем, сейчас после служения обратно. Я их завтра могу забыть, поэтому я прошу пастора, возьмите книги, чтобы я их не забыл в конце концов. Я вам звоню милая, я книги в поезде забыл, а их начало смеяться. Ха-ха-ха-ха. Я говорю, вот так голова моя заполнена тобою. Развитие – это жизнь. Аминь. И третье, четвертое, он ему сказал, спасайся на гору. Я вот задаю вопрос, почему на гору? Знаете, у меня есть благословенный кейс, которого есть, кто не любил. Вы знаете, в самом начале, когда я приехал в Казахстан, чтобы просить руки его дочери, он смотрел на меня очень странными глазами. Знаете, почему? Я даже не знал, почему. Но когда однажды он со своей, моей нынешней мамой, моей тещей драгоценной прочитали книгу 1964 какого-то года, как коммунисты писали про верующих людей. Мне очень страшные слова, как мы очень, когда беззаконие делаем, на каких-то специальных хлебопреломлениях у нас кровь течет ручьем, но причем это кровь в детстве. И причем мы выпечаем свет, как сегодня. Помните, брат начал служение? Он говорит, никого не видно, делай все, что хочешь. Ты дешевый, нет, чтобы только на шторах кататься, знаете, и на мертвых летать. У нас нет такой возможности, нам не видно, это ашерская команда. А потом раз, и мы, знаете, он прочитал все это, представьте себе, и он реально знает, к нему едет 50 дней. Зачем забрать его дочку дать? Это страшное слово, замуж. Я приезжаю, он на меня смотрит и говорит, ты 50? Я говорю, я 50. Ну, боже мой, и ты пьешь кровь детей. Я говорю, знаешь, вот так вену вот так вытаскиваю, прям до конца, просто пока пальцы не согнутся, мы все выливаем. Мы сели с ним, и он мне, знаете, он взял свою дочь, мою нынешнюю жену, и он забрал у нее Библию нашу, дал ей другую Библию, там все, крестом осветило, привел ее там в одно место, в храм, ей там спрашивают, на иных языках молишься, она говорит, молюсь. и он к тесте моему говорит, не вернуть ее. Я говорю, почему? Понимаешь, говорит, когда Вавилон строился, башня Вавилонская строилась, моя жена стоит и слушает эту проповедь, когда строился Вавилон, когда люди отступили от Бога, когда все было безумно страшно и проклято, Бог сошел с неба и посмотрел, что люди погрязли в гордость и ересь, и смешал Бог языки их, и они стали говорить на них язык. И если кто говорит о имных языках, реально надо поплять. Она слушает и не верит своим ушам, и он не запретил церковь ходить, со мной общаться запретил, я молился Богу, и я говорил Господь, я выбираю, Бог меня испытывает, я выбираю тебя, даже если я ее полюбил, мне придется отказаться, если нет никаких шансов. И я тогда растерил перед Господом шкуру и сказал, Боже, вот если вот этот вот кесть, пусть Бог его благословит, коммуниста, замечательного человека Божьего, приедет сам ко мне в Омск и скажет, хорошо, приезжай на переговоры, вот тогда точно будет от тебя, Господь. Вот это невозможно было совершенно. Но я такую шкуру растерил, невозможно было. Какая разница, проси невозможного, ведь ты все равно просишь. Я помню, вышел я куда-то из дома, пошел в какой-то магазин, представьте, приехал, приехал через восемь месяцев, сам не поднялся, ее послал. И ей, сходи ему, скажи, я поезд приезжает, и говори, я какую-нибудь книгу прочитал. Я прихожу за письмом, приезжает, и поговорим. Я говорю, о, привет. Я приехал, мы сели за стол, он и теща, я сел, 2 часа 20 минут, Дух Господний сошел на меня, я им рассказал, как вообще можно жить в семье без 50-ника, и он слушал, 20 часа 20 минут, и потом он там, за счетчик, и говорит, не очутить, не аминь, хорошо, давай. И говорит, мы подумаем, ночь можешь переночевать у нас, представьте себе, я вот руки и прошу, и сердце, и вот такой пресс меня преследует, как я себя должен чувствовать вообще. Он при мне ей говорит, слушай, там же был, помнишь, Коля, учился с тобой, может лучше Коля? Чего? Какую отверженность я берил, мои уши это слышат. И я думаю, Боже мой, благослови человека Божьего, кому не скажешь. Ночь по ночью у нас, потом мы тебя утром скажем. Я выхожу утром, у него большой дом такой, я пышу, он так крутит свое колесо, я подхожу, а я сразу не буду есть, не пить, пока не скажешь мне утром. Вот второй, думаю, он такой смотрит на меня, крутит свое колесо, и говорит, ладно, мы поговорили, я сурмаю, благословляем вас, я говорю, и я тебя благословила. Сейчас, когда он меня встречает, прошло 14 лет, я вот сейчас был у него, на своем жиле большом, я схожу с поезда, когда он узнал, что я еду, он сказал, я лично его встречу, там у него есть дети, есть помощники, у него там бизнес, никто не едет, я его встречаю. И я с поезда вхожу, есть просто и шар, и буря, кто не выслалил. Вы знаете, я подхожу, темно-то умуемся с ним. Апад, сынок, садись. Там, где он живет, у него есть такой враг, большая гавраг. И как-то я решил поиграть в пастора вопросов настоящих овец, и утром рано я пошел и хвостик по запище. Холодно было так немножко, взятком. Я взял этих овец, они идут впереди меня, и я бегу. Тест, мой священник Макеамский, и овцы его. Я думаю, надо как-то с тестем дружить, и пойду овец его пасти. И пошел. А там склон такой, и собаки, реально, три собаки напали на мое стадо, которое я иду, должен к живым вернуть хоть как. И я прям реально думаю, я давить, где мои камни. Я вот даю камни. Две собаки убегают, сразу у них откровение камня хуже как нахлоп. Ага! И Ерна тут живая. И она думает, а мне все, а она на меня, и за овцами. И Ерна у нее. И противостояние. У меня такая была куртка, аляска. Ты застегиваешь, и такое дупло торчит. И Ерна, ааа, ты что ж не возьмешь? Мы встегаемся. И она погнала одну овцу и в гору, представьте себе, реально в гору. И за ней. И я за собакой, я хватаю камни. И за ней. И знаете, я когда бежал на гору, когда я добежал на гору, я уже упал там на горе. Вот это вот, куртка я смогла у него. Вы знаете, вот такое чувство, я когда чувствовал, вот ты хоть режь меня сейчас, хоть друзей заживо режь, мне все равно. У меня ни сил, ни петь, ни свистеть, ни совсем. Овца, живая, живая. Бог позаботится, я чувствовал сразу. Но я уезжу, и я знаю, какое чувство, я умираю. Я с детства бегаю, не улыбил, а тут ушел в гору. Если бы не страх от тесте, то я бы упал посередине горы и искатился вниз. Когда я забежал, я упал просто, и нет никакого, никаких сил. Знаете, что я почувствовал, когда Бог мне говорил это слово? Когда Он сказал, иди спасайся на гору, Он сказал. Вспомните Новый Завет, когда Иисус помыли учеников своих, укра, Иоанн, Иакова. Они взошли на гору весьма высокую. И там преобразился перед ними и стал, как белее снега, как белинчик не может выделить его одежду. И вдруг предстали им два мужа, которые знали вкус горы, они знали вкус личных отношений с Иисусом, Духом Святым, Ветхом Завете. Это был Моисей, а еще какой был пророк. Илия, это люди, которые реально знали силу Божью, когда ты зайдешь на гору, а тебя, тебя не остается совсем. Когда мы приходим в дом Божий, в церковь, мы прямо хотим все свое, любимое, мирское, принести в дом Божий. Вы знаете, с горы всегда легко сбегать. И с той горы, когда я ходил на рыбалку, там у него река какая-то течет, и когда я подумал, сколько же я сбегу с этой горы. И знаешь, я как побежал, побежал, я ж не знал, что коровы ходят там, там в стадо, и там все подминировано. Я бегу и понимаю, что я бегу и не могу остановиться и... А-ха! И я понял, что... не спеши. Вот так мы уходим из церкви и бежим, живем уже, сердце бьется. Согрешил раз, два, и не умер, и не прибил тебя никто. А-а! Не прошло. Знаешь, запах долго был. Кровь Иисуса так очищает наше сердце. Наше спасение и формирование в личности Иисуса на горе, когда ты уже ничего не можешь Ему предложить Свою любовь, кроме так сказать, Господи, вот у меня здесь. Я зашел на эту весьма высокую гору. Я простился, я молился, от меня уже ничего не осталось. Настало время, когда ты отобразишься во мне. Вы знаете, каким великим был авторитет Моисея в Израиле? А каким великим был авторитет Ильи в Израиле? Вы только представьте себе, когда Петр увидел Моисея Илью. Вот это как будто мечта сбылась у него в жизни. Он подумал, может быть, сейчас я лично глазами вижу этих двух величайших исторических помазанников, да я любому фарисею скажу, в любой синагоге я видел Илью и Моисея. Меня сразу сделал первосвященник. Меня сразу скажут, ты видел этих помазанников? Видел. И даже разговаривал с ними. Я даже предложил им в куще сделать. Но слава Иисусу не дошло до этого. Знаете, почему? Потому что там на горе, там в Ему присутствии не должно быть человеческих авторитетов вообще. Там был глаз с небес глаголющий. Сей есть Сын Мой возлюбленный, которого нужно слушать. Я не умоляю достоинства служителей, пастырей, мужчин, как глав поколений. Совершенно нет. Дай Аминь. Почитаем, любим, благословляем. Причем каждого человека. Но когда я по-настоящему в Ему присутствии, когда я цену заплатил, когда я дошел до этой горы, я помню, что когда я забрался на нее, я упал до смерти и понял, что теперь нет сил у меня никаких ни оправдываться, ни защищаться, нет сил никаких ничего-ничего делать, кроме как Господи до отобразиться во мне Христос, чтобы я возлюбил правду и возненавидел беззакония. И там уже не важно, приехал ли пастор Сергей на конференцию, или может быть пастор Александр или кто-то еще, и не Илья, и не Моисей не должны нас впечатлить. Больше, чем впечатлить нас должен Сын Божий Иисус Христос. Аминь. Вот желание нашего сердца. И Моисей знал силу горы, Илья знал силу горы, и псалмопелец в 29-й главе знал силу горы. Только когда Бог укрепил гору его. К сожалению, нет времени открыть эту тему дальше. Я хочу сейчас обратиться к вам. На каком месте сегодня стоят твои отношения с Богом? На каком сегодня уровне твои приоритеты? Смотришь ли ты на свою душу, как на самое главное, что есть у тебя? Готов ли ты не оборачиваться назад и задуй и задней, чтобы, что третье? Простираться вперед. Насколько ты молишься о своем возрастании, о возрастании своей церкви, возрастании своей домашней группы, насколько это возможно только, если я на горе, я вижу Иисуса, и я слышу про вас, сей седьмой, которого нужно слушать. Я хочу, чтобы мы сейчас все закрыли свои глаза. У меня сидел и сидит, друзья, благословенные братья и сестры, может быть, кто-то гостя сегодня. Что для вас сегодня это собрание, понимать, что многие вещи могли для вас показаться странными, но прямо сейчас я умоляю вас, моему госту, закройте свои глаза, посмотрите, Дух Господень сейчас покажет вам ваши приоритеты, ваши ценности, насколько они сегодня на том месте, на котором они должны быть. Может быть, кто-то продал свои приоритеты, может быть, кто-то сегодня подвинул свои приоритеты, может быть, вы что-то выбрали более лучшее для вас, более легкое для вас, как сказал, как сказано здесь Слово Божий, сказал лоб, ангелу, нет, владыка. Вот давайте не будем говорить Богу, нет, давайте скажем Богу, да. Отец Небесный, я благодарен тебе за милость твоей, Господь, который ты являешь к нам, Духи Святого, за то, что Дух твой Святой прямо сейчас на этом месте говорит наше сердце. Боже, чтобы мы смотрели на свою душу, которая является номером один и самой главной ценностью, чтобы мы не смотрели назад, Господь, чтобы мы простирались вперед, чтобы мы спасались на гору. Во имя Иисуса прости нас за все грехи наши и беззакония наши, отрекаемся от всякой слабости, отрекаемся от проданных приоритетов. Господи, не хотим подражать Лоту, который сказал нет, я хочу сказать сегодня Богу да, хочу сказать Богу да, хочу сказать Богу да, мое сердце открыто пред ней, я хочу сказать Богу да, меняй меня, Господь, действуй внутри меня, Господь, действуй через меня, Господь, я отрекаюсь от всего своего плотства, не хочу сеять в плоть, хочу сеять в Дух, чтобы от Духа пожать жизнь вечную. Благодарю Тебя, мой Царь и мой Бог. Во имя Отца, Сына, Святого Духа все вместе расскажем Аминь. Аминь. Аминь.